Здравствуйте! В сегодняшнем выпуске я расскажу вам о фактах сотрудничества звезд музыки со спецслужбами. Поехали! Поехали! Идея переустройства общества, политическая активность и влияние ряда музыкантов на народные массы никогда не нравились правительствам стран, в которых они жили. Спецслужбы неизвестно брали таких музыкантов в ежовые рукавицы. Были и случаи сотрудничества музыкантов с властями, как им казалось, за идею или просто для устранения конкурентов. Элвис Пресли В 1970 году Элвис Пресли обратился лично к директору ФБР Гуверу с предложением своих услуг по внедрению в тайные организации политических экстремистов с целью их разоблачения. ФБР от его услуг отказалась. И тогда Пресли встретился с президентом Никсоном и попросил его повлиять на Гувера. Большинство биографов Элвиса уверены, что ему было плевать на экстремистов. Он просто хотел значок спецагента ФБР. В итоге Гувер распорядился, чтобы Элвису выдали декоративное удостоверение агентам. Кевин Дюброу был вокалистом американской хэйв-метал группы Quiet Riot. После его внезапной смерти в ноябре 2007 года коллеги обнаружили в его доме документы, из которых было понятно, что он долгие годы работал на ЦРУ. Как выразился на сайте группы барабанщик Френки Баннери, «Мы понятия не имели, что Кевин связан с ЦРУ, но уверен, у него были на то свои причины». Джон Леннон После того, как в начале 70-х Джон подал прошение об американском гражданстве, иммиграционная служба США стала искать повод для отказа и нашла. В конце 60-х Леннон задерживался в Великобритании за хранение марихуаны, а человек с наркотическим прошлым не мог стать гражданином Америки. Его пытались депортировать из США в 73-м, но в 75-м он все же получил вид на жительство. Позже ФБР обнародовало документы о связях Леннона с Ирландской республиканской армией. Якобы он финансировал радикальное крыло этой организации. Но эксперты доказали, что бумаги поддельные. Похоже, власти США испытывали страх перед воинствующим миролюбием Леннона. Pink Floyd После выхода альбома The Final Cut в 83-м году, некоторым вещам которого группа привела форму политического манифеста, в частности критиковала Фолкринскую войну. В Англии вдруг заработало телефонное право, и группа получила отказ от нескольких крупных концертных залов. Группе припомнили диск-памфлет The Wall. До сих пор ходят слухи, что главный диссидент Роджер Уотерс ушел из группы под давлением спецслужб. Якобы только на таком условии Pink Floyd гарантировали спокойную жизнь. Боб Дилан Израильская разведка Моссад неоднократно выходила на правительство страны с требованием запретить концерты Дилана в Израиле, так как опасалась, что его политические взгляды идут вразрез с доктриной государственной безопасности Израиля. Недавно были обнародованы документы, из которых следует, что Моссад работала в тесном контакте с ЦРУ, которая несколько раз под надуманными предлогами задерживала авиарейсы в Израиль, что приводило их к срыву концертов Дилана. В 1966 году Дилан попал в автокатастрофу, в которой чудом выжил. По мнению Кита Ричардса, смерть гитариста Брайана Джонса в бассейне в июле 1969 года была чем-то вроде убийства Кеннеди. «Я точно знаю, что он ничего не пил и не принимал, а Коронер заявил, что Брайан был по уши накачан наркотиками и классифицировал это как несчастный случай. Мы пытались открыть дело заново и даже наняли частного детектива, но через сутки он вернул задаток и сказал, «Дело темное, не ворошите его, парни». По мнению сторонников теории заговора, Джимми Хендрикса, Дженис Джоплин и Джима Моррисона, политически активных и опасных для властей США музыкантов, физически устранили спецслужбы. С интервалом в два месяца в июле и сентябре 1973 года загадочным образом погибли участники The Birds, Кларенс Уайт и Грэм Парсонс. У Уайта на глазах сотни свидетелей сбила машина с заляпанным грязью номерным знаком. А придерживавшийся в быту христианских норм Парсонс вдруг умер от смертельной комбинации алкоголя и морфии. The Birds были группой-плацдармом для музыкальных и политических экспериментов Боба Дилана. Участник The Beach Boys Деннис Уилсон был великолепным пловцом, что не помешало ему загадочным образом утонуть на мелководье в 83-м. По мнению его брата Брайана Уилсона, Деннис вдруг решил расследовать смерть Джимми Хендрикса, которая всегда казалась ему странной, и обратился в детективное агентство. После его гибели все документы, которые собрали сыщики, исчезли, а агентство вдруг объявило себя банкротом и закрылось. Друзья, если вам понравился этот выпуск, поскорее поставьте лайк и подпишитесь на канал, пока не поздно. Всем здравия! Субтитры создавал DimaTorzok